А вот в центре города справиться с мусором удалось усилиями сотрудников администрации и местных жителей. Несколько десятков человек вышли на субботник. В порядок привели дворы и березовую рощу. Наводить чистоту помогал Дмитрий Коньков. В березовой роще за 32-й школой субботничают сотрудники администрации. Немногочисленность компенсирует усиленной работой. За два часа от листьев, травы и веток освобождают не только рощу, но и детскую площадку. Это место является популярным для горожан. И мы решили поддержать всероссийские субботники и убрать территорию. Весь необходимый инвентарь на, а точнее в руках. Грабли, метлы, лопаты и мешки под мусор. Заполняются черные пакеты. Быстро. Екатерина Юровских участвует в субботнике вместе с сыном Леонидом. Оба уверены, в городской месячник чистоты должно включиться как можно больше первоуральцев. Город стал чище, город стал красивее, город стал как-то уютнее. Если бы еще люди относились более лучше к нему, было бы еще лучше. Месячник чистоты в Первоуральске начался в середине апреля. Каждый район города закрепили за конкретным предприятием, организацией или учебным заведением. Наводить порядок начали с центральных улиц. Сейчас очередь за дворами. Здесь субботничают жители. Депутат городской думы Назар Галат с помощью бензопилы кронирует тополя в своем дворе Новотутина. Вместе с ним порядок наводят соседи. Пока взрослые подметают и сгребают мусор, малыши веселятся на праздники, читают стихи и играют с медведями. Такой субботник в этом дворе проходит уже второй год подряд. Погода не радовала Первоуральск. Вот, наверное, один из солнечных дней, мы его поймали. А то, что совмещение, так сказать, с праздником двора, даже, наверное, нельзя назвать праздником двора, попросил молодую гвардию, чтобы пока взрослые работают, детей в это время кто-то поразвлекал. Впрочем, дети от взрослых не отстают. Маленький Ваня Чулковский вместе с папой вышел на первый в своей жизни субботник. В порядок мальчик приводит площадку, где каждый день играет сам. Я папе помогал ветки убирать. А ты папе помогаешь всегда? Да. Участие в субботниках уже приняли больше 10 тысяч человек. На уборку улиц выходят трудовыми коллективами, семьями и даже в одиночку. Работы по наведению чистоты в Первоуральске продолжатся до конца мая. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.